почему гусеница резиновый вопрос номер один в россии а на него можно поставить мульчер нет нельзя купил технику мульчеры хренулчеры с какой техникой связываться на что вешать мульчер это пушка и он подойдет под мульчер отлично раз уж ты пришел а сейчас мы идем пить чай из-за настоящего тульского самовара ребят всем привет вы на канале антон хатунс мульчер эксперт мы сейчас находимся в городе краснодар выставка юга агро сельскохозяйственная сегодня второй день выставки первый день я прошелся по территории познакомился с продавцами сельхоз товаропроизводителями встретил своих клиентов встретил тех людей у которых я покупал дисковую борону также я увидел оборудование которое мне по сегодняшний день было неизвестно это новый бренд мульчеров узнаем что за мульчеры узнаем также за трактора сельскохозяйственные и узнаем можно ли эти трактора использовать для мульчерного оборудования также узнаем о лизингах сколько сейчас процентная ставка продавцы тракторов предложили мне вчера низкую ставку узнаем подходит ли это ставка значит для тех кто покупает трактора не для сельхоз оборудования а для расчистки территории 2 с кусарников растительности ну что поехали ребята зашли на стенд мульчерного оборудования новый бренд я не слышал но он есть и об этом бренде нам расскажет алексей золин представитель организации расскажи алексей себе бренде о том что вы продаете компания решки рус мы являемся единственным дистрибьютором в россии по мульчерам берти занимаемся данной продукции уже более пяти лет за что как бы за эти пять лет успешно зарекомендовали себя на нашем рынке в принципе мульчеры представлены как тракторные так и для мини погрузчика вообще в каталоге берти имеется и экскаваторные погрузки экскаваторные мульчеры очень широкий ассортимент также соответственно и на трактора на тракт на трактора очень широкий ассортимент как маленьких мульчера так или и лесных мульчеров как с фиксированными зубами также есть и плавающие зубья у не так говорить молоточки кто как называет есть у образные ножи то есть на вкус и цвет как говорится так сказать под любого клиента подберем алексей давай расскажем вообще ассортимент что у вас здесь выставлено я для себя лично увидел здесь два мульчера вот один маленький так понимаю это для дк р и один помощнее побольше для более мощного трактора вот и здесь у тебя позади тебя это или косилка или что этот данный мульчер представлен на это берти пикер 180 это мульчер идет с подборщиком в чем вообще заключается его особенность когда мы цепляем мульчер на трактор у нас есть какие-то остатки веток там яблоневых садов либо виноградников все это как говорится сбрасывается на середину вешается на трактор трактор едет и данными зубьями подбирает ветки подбирает ветки закидывает их на молотки и при этом мульчируют а какой принцип я вот просто молотков не вижу я вижу резцодержатели моху резцодержатели как вы сказали да не есть молотки находятся немного сзади то есть он их перебрасывает переламывает большие ветки между как так как сказать как сказать а вот я кстати вижу внутри да там внутри внутри видно на самом деле эти молотки потому что они очень плотно сделаны с данными зубнями прилегать данным это для винограда для мелкой растительности в основном да то есть он будет брать как говорится ветки диаметром до 10 сантиметров за раз также переламывать также то есть мульчировать их вот если допустим сравнивать даже не сравнивать говорить вот о данной модели здесь уже идет более лесной мучер то есть у него уже идут фиксированные зубья заглубление у него идет примерно 5-7 сантиметров если снять нижние салазки также гидравлический капот это входит как бы в комплектацию рама здесь идет механическая как доп комплектация можно установить гидравлическую все это сделано для того чтобы было удобно повалить дерево диаметром до 20 сантиметров то есть мы наклоняем раму заваливается как рецидер его подъезжаем ближе начинаем мульчировать дерево а чей-то производитель кто призывая данный производитель берти это полностью итальянское оборудование собрано как говорится и произведено все в италии все в италии а дальше посмотрим более большую модель более большая модель вообще рассчитана на технику от 200 лошадиных сил до 350 это уже более такой профессор более профессиональная линейка это самый большой мульчер вообще в линейке берти именно на трактора вот рассчитан он на измельчение древесины и деревьев до 50 сантиметров но может брать и больше если как раз таковые имеются вот так же там установлены фиксированные молотки также как и в данном мульчере установлены еще контр ножи которые располагаются в три ряда что позволяет более мелко измельчить как говорится ветки либо древесину алексей а ваша линейки есть ротоваторы в берти ротоваторов нет ротоваторов нет нет а ваш продукт кто покупает это южный федеральный округ вообще много их продано было у вас я лично занимаюсь южно-федеральным округ начиная от сочи краснодар крым ну и соответственно ростов-на-дону мы также работаем с ним почему сюда как бы и приехали на выставку дам что южно-федеральный округ мульчера продано немало потому что потому что мульчера продано немало за пять лет так сказать работа с данным брендом отзывы плохих отзывов у нас пока ни разу не было слава богу только хорошие то есть некоторые задаются вопросами так как это италия все-таки это импорт и что у нас запчастями может быть что с как вообще отделаться с зубьями бывает ли они в наличии в наличии они у нас всегда есть мы держим их под склад также как и у-образные ножи также как и при подвижные молотки сейчас вопрос лыжи значит лыжи молотки это вот расходники этом подшипники если вдруг цилиндры этого наличия есть это все в наличии до всякого наличия весь расходный материал который действительно считается расходным он всегда есть наличие он всегда есть так и еще одна модель о которой мы сейчас не говорили позади ближе к павильону с движущимися молотками это это что такое данный мульчер также предназначен для виноградников в основном то есть у кого межрядия 2 метра и либо чуть больше почему больше потому что данная модель представлена с размером рабочая ширина 2 метра общая длина 220 рассчитан на измельчение веток от 8 до 10 сантиметров также в принципе как и данный мульчер только только этот мульчер с подборщиком чтобы было легче так сказать подбирать ветки тот мульчер без подборщика но у него присутствуют грабли так называемые по русской говоря грабли которые регулируются по высоте этими граблями мы можем подбирать опять же как ветки так и немного рыхлить землю ясно еще вопрос а можно вообще будет такая возможность может быть даже съездить к вашим покупателям посмотреть в перспективу как работает эта техника и попросить у них отзыв да конечно это можно сделать допустим даже сейчас как бы приезжал клиент лично мой с крыма у которого работает данная техника у которого есть положительный отзыв есть сравнение с другими мульчерами так как у него не один мульчер именно только берти то есть вместе другие бренды пожалуйста то есть без проблем можете подъехать так и по стоимости такой самый важный вопрос сколько все это стоит давайте от самой дорогой модели и в уменьшение но смотрите данная модель которая самая большая она сейчас идет в евро это 69 900 так она привязана постоянно к валюте ли она в рублях фиксируется тут нужно исходить из того то есть если действительно клиент заинтересован мы можем зафиксировать данную сумму в рублях можем как говорится какую-то дать небольшую скидку если это все-таки как-то не перспективу то мы конечно даем это все в евро потому что сейчас сожалению курс нестабилен и поэтому я вот даю ясно ребят я думаю что узнав об этой технике мы найдем тех людей кто владеет уже этой техникой съездим на объект на то предприятие где ведутся сейчас работы южном федеральном округе спросим отзывы посмотрим были какие-то поломки не были какие-то поломки раз узнаем о расходных материалах такие как зубья вот и если кто-то нас сейчас смотрит то уже пользуются этой техникой напишите пожалуйста в комментарии какой-то свой отзыв и если будет возможность пригласите нас к себе в гости посмотреть как эта техника работает потому что этот бренд мы не знаем мы знаем другие бренды от которыми лично я пользуюсь это фая ахве сэпи то что я проверил временем то что я уже использую где-то в районе 10 лет вот а этот бренд я не знаю мне очень стало интересно посмотреть и как раз пообщаться с теми кто уже пользуется так что подписываемся на канал ребят значит одну часть мы прошли пришли на новую здесь мы нашли мульчеры импульс сейчас нам евгений расскажет что это за мульчеры для чего они используются где применяются расскажи мне пожалуйста в общем это у нас импульс теперь к метр шестьсот захват это косилка для повосли молотковая так значит у нее ротационный молоток вращение на 180 градусов она своего рода бункерного типа у нее есть контр ножи внутри стоят контр ножи но она перебивает траву мелкие какие-то вариант сорняк ветки какие-то мелкие там грубо говоря там до 7 сантиметров веточки дальше у нас уже rsl это больше подходит для виноградников подобриясь от деревьев то есть она измельчает у нее есть тоже бункерного типа у нее есть подборщик гидравлический получается обрезь с виноградников скидывают середину запускают вот это оборудование агрегатируют с трактором 921 и она едет подбирает вот на этот вал подборщика лозу закидывает ее в бункерный тип мульчирует и на выходе там получается мульча измельченный дед могут такие вот обрезки то есть маленькие небольшие ясно вот и зашло бы хотел прибить почему именно виноградники мы находимся на выставке юга агро здесь южный федеральный округ и очень сильно распространено выращивание винограда и поэтому здесь такая техника присутствует да значит у нее есть отличительные особенности первая очередь наличие запчастей все на нее расходники подшипники редуктора полуоси ременная передача все из по наличию еще из особенностей у нее рама основная стянута то есть боковые укрепления как сказать дисбаланс не ловит на раме вот соответственно раму по швам не ребят как у остальных есть какие классы тракторов это цепляется 80-100 лошадиных сил то есть вот самый идеальный вариант этого 921 и даже если двойка дан под мтз и еще важный момент у нас в краснодаре есть филиал по этому оборудованию то есть все расходники по наличию в краснодаре есть то есть не будет таких сроков там молоток расходник поломался там два три месяца срок ожидания нет все по наличию есть вес молотка около двух килограмм то есть без проблем сломался купили поставили все вопрос закрытый это уже лесная линейка это h&m 1 вот она больше подходит для деревьев деревья там ну грубо говоря до 40 сантиметров то есть они для промышленного использования этом хозяйстве иметь до охвата что-то да то есть такой помощник если там допустим какие-то кустарники расчистить лесополосу небольшую там как мелкие такие деревья она справится не гидравлический капот есть ротационный молоток многогранный ротор то есть проблема в мульчера в том что у них ротор полый и он круглый здесь много граней это дополнительно дополнительно создает как бы ну рыба жесткости для оборудования то есть вал не будет гнуться и молоток ротационный вращение 360 то есть работа следующим образом к дереву подъехали капот подняли рамой толкателем начинаете подъезжать как бы наполнять дерево и он молотками начинает доставать до ствола соответственно валит его кого закрывается и он на лыжах начинает потихоньку ехать и измельчать древесину а там фиксированные молотки или подвижный ротационный скажем так младшая серия с ротационными молотками также есть фиксированные молотки вот то есть также стиротоваторы у этого оборудования то есть вся линейка я все потребности закроет еще евгений я сейчас до съемки ну спрашивал по поводу тракторов и так на ваша не ваша давайте пробежимся по линейке тракторов от самого маленького и до самого большого у вас есть из линейки давайте пройдемся посмотрим вы дилер дилер да нет дистрибьютор дистрибьютор официальный дистрибьютор завода мтз следующая модель трактора беларусь 921.3 я так понимаю это для виноградников для мелкого сельского хозяйства садовый трактор садовый трактор да есть комплектация с передним навесным устройством здесь комплектация модифицированная без пануу значит у него стоит реверс редуктор убрали промежутку так называемых просто народе поросенок идет прямой привод с коробки передач на передний ведущий мост реверс редуктор сказал самое главное отличие у нее дисковый вал отбора мощности вот ну и в принципе из таких больших лепестковой корзины сцепления еще вот раньше была пружинная кулачкова сейчас лепестковая стоит это гораздо выше ресурс также капотного формата не только новый дизайн он выполнен сегментами то есть сегменты у него сменные раньше он был цельный капот и стекловолокна то есть технологии изготовления капота изменилась двигаемся дальше до следующая линейка мтз 1222.3 евгений тебе слово совершенно верно ну это классический трактор вот здесь рядная шестерка 136 лошадиных сил новая кабина от мтз 1523 задняя навеска уже у более усиленная скажем так то обычный классический трактор теперь самая популярная модель трактора мтз 82.3 у меня лично есть трактор мтз 82.1 ну это конечно обновленный уже такой злостный агрессивный трактор евгений тебе слово расскажи значит новая модель 82.3 отличается от вашей классической 80 двойки это лепестковая корзина сцепления убрали промежуточный кардан поросенок дисковый вон мокрые тормоза агрегатирован с реверс редуктором коробка чуть другая из таких особенностей по большому счету наверно все вот по цене а у него еще также из комплектации электрорегулировка зеркал кондиционер и груза передние и на задних колесах дополнительного установлены цена такого трактора на сегодняшний день в данной комплектации без фронтального погрузчика 3 миллиона 245 тысяч рублей отлично двигаемся дальше скоро дойдем до гусеничного мтз досмотрите до конца теперь самая интересная модель которая меня впечатлила еще вчера в первый день съемки значит мтз 2103 на гусеничном резиновом ходу евгений тебе слово значит данная модель и у нас регатируется мотором от двадцатки 212 лошадиных сил имеет гусеничный ход гидравлическое натяжение осуществляется то есть но не учено именно гидравлика из салона коробка без прерыва потока мощности гидромеханическая вот есть кондиционер что еще все в принципе хороший большой трактор для своих скажем так задач он габаритный он не говорит он не габарит у него есть мало отбор мощность конечно конечно она его можно поставить мульчур нет нельзя к сожалению нельзя потому что ходовыменьшитель конструктивно нельзя туда установить по конструкции как бы ключик дохода уменьшителя есть на дистанция рамы то есть до рамы не позволяет засунуть его туда почему-то именно резиновые гусеницы там главное резиновый металлический я по центральному федеральному везде наблюдаю везде колесная техника почему именно у вас выставлена резиновая где где их используют ну например я один такой трактор продал в крым его использую для раскорчевки раскорчевка это шпалеры проволока абразивная среда где колеса просто рвутся опять же элементарно маленькие агрономические просветы то есть между дождями там колесная техника не справится эти трактора берут в основном для таких вот скажем условий где колесная техника не может работать потому что буксует не справляется значит есть регионы в которых очень маленький период времени когда нет дождя да да и я больше нужно уложиться почва не успевает просыграть нужно в этот момент уложиться поэтому покупают гусеничную технику металлические гусеницы резиновые гусеницы и используют таких регионов почему вы взяли крымчаны потому что шпалеры проволока рвет колеса этому трактору ну не грозит полное колесо пенёк маленький да вообще без проблем у меня есть видео работы я как раз таки только с командировки вернулся видел как он в работе себя ведет так так класс видео хорошо вот как бы офигенный трактор для своих условий как бы ну в ходе как сажения на данный момент нету что у нас еще но теперь значит если вы досмотрите до конца вы увидите самый большой наверно да извините мтз нет это чем больше есть ты ларинка есть ладно сейчас посмотрим большой трактора из линейки мтз пошли забыли маленький нюанс по нашему гусеничному белорусу 2103 женя значит по коробке передач он агрегатирован коробкой без обрыва потока мощности то есть вы включаете передачу заглубили оборудование и дальше можете произойти разгон уже грубо говоря без выжима сцепления то есть без обрыва потока мощности просто щелкает джойстиком передачу выше то есть ну диапазон передачи выше вот соответственно как бы это большое преимущество при работе с плугом дискатором то есть там где техника не справляться грубо говоря нужно выжимать сцепление соответственно когда буду не заглублены он очень быстро останавливается вот а когда работаешь без сцепления ты просто щелк 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 и так то разгоняется то есть ну вообще без проблем это большое преимущество почвам обработки все двигаемся дальше переключаемся на следующий модель трактора мтз 2023 женя да это классическая двадцатка все элементарно и просто то есть механическая коробка 24 на 12 короче это просто простым языком люди поймут это та же самая двадцатка но мост уже от 35 от более большого трактора то есть это 10 сильного вот немножко увеличился радиус разворота в принципе из отличительных особенностей там больше ничего нету также и спереди навесное устройство мало отбора мощности есть пары гидро выводов то есть в принципе на него можно мульчер поставить надо посмотреть по комплектации если комплектация с механическим ходоуменьшителем но в теории да а механический ходоуменьшитель вообще можно его отдельно поставить раскатывать трактор надо большинстве случаев как бы по сервису так точно не скажу но если не изменяет память то это нужно раскатывать так потому что если ставить механический ходоуменьшитель это уже как бы механика это в коробке гидравлика она ставится снаружи гидравлика ставится снаружи прикрепляется коробки и идет гидролиния которая врезается в основную линию трактора спасибо ребят рад помочь за то что провели нам экскурсию не за линейки тракторов мтз стопе подожди какой стопе начинаем начинаем до рубрика встретились два блогера один на чистит поля для сельхозников другой для сельхозников кое-что делать сейчас у нас такая рубрика я значит расскажу о евгении что он знает а он расскажет обо мне что он знает поехали поехали так женек женек медведев евгений из города воронеж производит оборудование для высадки чеснока для культивации чеснока для ухаживания за чесноком а он значит номер один в россии номер один в россии которая занимается именно только для чесноководов жена ребенок любит сплавляться по рекам на моторном катере летает на параплане дельтаплане дельтаплане спокойный классный занялся осваиванием ютюба и социальных сетей достаточно достаточно давай обо мне так об антошке начну немножко издалека как обучаю об нем узнал целая история была интересная еду на конференции по чесноку их раз община знакомой рассказывает и там один мой знакомый говорит занялся купил технику мульчеры хренулчеры там куча куча техники говорит такой малый продвинутый поговорили с ним и потом наверное через полгода звонит мне мой знакомый из моей деревни говорит я к тебе приеду с блогером он в этом в губке не хочет заниматься чесноком приезжайте там как бы многие такие хорошо привод потом где-то проходит приезжают они вдвоем к рассмотрю этот роду блин точно а мне уже о нем уже рассказывали до этого потом час узнал это день мы с ним как раз познакомились провели пообщались на следующий день я поехал к нему играть и и мы практически наверно с обеда до сапожнего вечера вместе провели там показал свои владения чем он занимается как раз увидел он перенал новый мульчер только зато только пригнали и он не завелся долго там что-то нажали кнопку стоп случайно рукавом есть только в мульчере prime tech 300 есть кнопка стоп мульчере prime tech 300 и и значит она включает при срочной остановке полностью все выключается и значит я хотел завести трактор и случайно рукавом нажимаю эту кнопку и не могу его завести звоню дилеру звоню всем не могу не пойму в чем дело мы потом разобрались да потом быстренько как бы разобрались вот интересно потом с ним везде провели антон открытый человек это значит крайне мало таких предпринимателей которые всегда поделятся любой информации открытые расскажут покажут контакты дадут поделятся то есть таких людей очень-очень мало а вот антон именно такой занимается часто к нему обращался по вопросам и как можно отмульчировать как сделать там землю благородить антон меня консультировал рассказывал как это можно ускорить процессы вот поэтому класс классный на этом я думаю сейчас у нас у каждого задача тебя своя задача у меня своя задача мы идем ну значит снимать съемки знакомства обзоры поэтому я думаю что встретимся ли сегодня уже вечером посидим пишем поезд когда поедешь у меня поезд будет сегодня в 19.40 номер такой же а у тебя какой вагон 10 я еще не смотрел но мне кажется где-то рядом пусть мы будем поездить или ехать так что встретимся в вагоне ресторан ребят мы перешли на следующий стенд хочу вас познакомить с александром макаровым очень приятно александр расскажи немножко о себе и мы сейчас расскажем о новом тракторе который я раньше видел слышал он не встречался но никогда не задавался вопросом что это за так а что это за модель можно ли ее использовать в мульчерной технике или нельзя и об этом мы сейчас поговорим хорошо итак меня зовут александр фамилия мая макаров работаю в компании united industrial ранее наша компания называлась и нэйч индастриал руси а то есть мы являемся представителем территории россии по брендам кейс нью холланд и с недавнего времени маккормик значит руковожу и отделом развития ранее назывался отдел маркетинга но к сожалению внешняя ситуация заставляет развиваться двигаться перед здесь нас на стенде вы собственно сейчас трактор серии f от рядом с которым мы стоим используясь данная машина в садах предназначена в основном конечно работы в садах потому что габариты и предназначен для работы по классической технологии он помимо этого конечно съесть машинки немножко дыны и чуть пуши вот но с точки зрения работы в садах да эта машина работает на не столько с различными процентными орудиями да как привыкли видеть там резчики культиваторы в том числе есть еще и мульчер вот мульчеры буквально недавно у нас был тест-драйв с этой машиной тоже да то есть был запрос на работу этой машины на показ с мульчером фай по моему фирма называется вот если нужны подробности конечно мы найдем нашего друга алексей который непосредственно участвовал на данном тест-драйве вот там собственно запрос был простой до мульчирование измельчению не с дальнейшим выравниванием до почвы вот что еще там по мульчерскому я думаю не стоит разговаривать давай познакомим зрителя с тракторами какие вообще здесь есть у вас есть маленький это самый маленький или нет из того что представлен на самом деле ну скажем так да потому что есть еще и серии x4 который еще меньше вот уже и по техническим мощности и параметры это самая до младшая машина то есть машина как правило имеет индексы на каждом капоте есть индекс указывающий на максимальную мощность в данном случае у нас указано xf90 это 90 лошадиных сил максимальной мощности вот помимо этого здесь представлены еще машины macormick x8 подойдем это такая более такая крупная большая модель да это машина предназначена для основной обработки почвы большей степени да он также для работы на посеве на культивации это трактор эксплуатационной массы уже 14 с половиной тонн вот индекс обратите внимание на всех машинах macormick первая цифра означает это серия то есть она может быть 8 7 6 далее цифра 6 означает количество цилиндров двигателя то есть их может быть 6 либо 4 ну и 31 умноженное на 10 это означает мощность двигателя данного трактора вот таким образом перед нами машина 6 цилиндровым двигателем неф а он же в простонародье и века или в пяти вот который имеет мощность риска производите трактора эти машины производятся в италии компания арго трактор с концерн который производит машина под брендами macormick и ландини собственно там они производятся на двухпроизводственных площадках одна из них произно предназначена для малышей а вот вторая для больших тракторов вот ну все они находятся в принципе в 10 минутные все 10 минутах езды друг от друга вот но это надо понимать это полностью принципе машина которая производится там александр вопрос что по сервисному обслуживанию комплектующие расходники запчасти не ну тут как бы шаблонная фраза мы всего 8 ну на самом деле смотреть ситуация какая то есть большинство людей как бы сейчас задают вопрос там серую привезли или как или белую то есть все вот эти машины которые здесь стоят сейчас это машины которым возим напрямую с завода мы являемся авторизованным дистрибьютором компании да то есть мы осуществляем полноценную гарантийную поддержку ремонт и сервис ремонт и сервис мы осуществляем через нашу дилерскую сеть потому что суть сотрудничества с арго тракта состоял в том что мы собственно говоря являемся дистрибьютором по территории рф вот и наша дилерская сеть является на товаропроводящим звеном вот то есть сейчас нас порядка получается 18 и не собрать бы 19 уже на контрагент то есть то бишь дилера до представлен в регионах и сервис продажи запасных частей идут через не безусловно расскажи пожалуйста еще вот помимо этой маленькой модели пробовали практиковали установить мульчер на более мощную модель ну допустим там 200 плюс лошадей но более ну смотрите за за мульчер да скажу принципе мульчер тема но она мне лично допустим не новая да то есть она мне понятно известная вот для наших дилеров там но для большинства она конечно как бы ну такая за кадром остается потому что мы все-таки продаем сельскохозяйственное значение технику но тем не менее вот запрос был опять-таки по этой машине да он понятное дело он по маленькой был конкретен понятен там машина с механической коробкой передач на ходу уменьшителя вот поехал в работу вот по этой машине был запрос в прошлом году это был волгоград где хозяйство планировало вводить землю в эксплуатацию в оборот и у них стояла задача собственно расчистить часть территории чтобы потом дальше ее уже там перепахать и водить в оборот ну честно скажу есть определенные нюансы как бы при работе этого трактора с мульчером да потому что все таки скажем так есть производители которые изначально ориентируются на то что их техника будет работать с подобными устройствами до утра допустим например да то есть все скрывать вот и например если мы возьмем там кейсы не холд у меня отлично был тоже опыт из практики когда мы покупали машины привозили их в австрии на боксы авторизованного партнера как компания си иных которых переделал то есть добавляла пост управления поворотный да и не также работали вот здесь мы провели эксперимент какой то есть у нас не особо было времени на переоснащение машины там хозяйство надо было просто понять принципе машина может работать или нет здесь коробка беступенчатая стоит роботизированная у нас коробка стоит на семерках на x7 здесь она си вити вот собственно ну проблем с вами минимальную скорость можно развить минимальную скорость а вот михаил помоги мне сколько 50 метров в час вот минимально просто михаил у нас главный по тарелочкам что называется значит смотри здесь какие нюансы есть безусловно запросы он не первый такой был и по прошлому году при они будут сейчас проблема с мулья с тракторами с носителями под мульчер и мы ездим ищем чем работать в следующем году проблема кто знает чем с какой техникой связываться на что вешать мульчер на чем ездить что покупать здесь значит из того опыта который мы приобрели расскажу следующее то есть запрос был какой клиент как правило люди же приобретает мульчер да ну тут две ситуации если бы они приобретают мульчер они понимают у них и мы им уже они известны и они подбирают по мощность новом да то есть пересчитывают там математически все есть ситуации когда например мульчер клиенту продали условно напарили да потом условия ли да иди разбирайся сам вот это сам интересная ситуация потому что мы с таким тоже сталкивались вот потом выясняется что трактор приходит в принципе надо другого размера трактор то да клиент полной уверенности что не ну как же он должен с этим работать да вот но это такие нюансы здесь значит расскажу следующее у нас запрос был какой клиент говорит давайте попробуем вот на передний вон поставить ну на передний вон конечно можно поставить мульчер что говорить да но работать с этим не совсем удобно потому что в принципе все что мульчируется оно летит по трактор и трактор надо безусловно покрывать броней плюс еще передняя навеска она ограничена машина допустим 7 либо от 8 версии у них разная грузоподъемность максимальная то есть к примеру на этой машине мы можем там четыре с половиной тонны спокойно держать ну плюс еще надо понимать динамическая еще есть нагрузка да все же динамика происходит вот на семерке она чуть меньше поэтому это не хорошая идея потому что ну сами понимаете мосты они не вечны вот поэтому идеальный вариант работать сзади сзади в принципе проблем нет она все навешивается все работает да если мы сейчас там навески подойдем посмотрим там с этим все нормально вот здесь основной момент это поворотное пост управления потому что мы уже итальянцам задали этот вопрос в прошлом году попросили давай объясним да поворотный пост управления это так называемый реверсивный пост то есть сидение в тракторе разворачивается в обратную сторону и у вас сзади установлен маленький руль управляется одной рукой право влево и также устанавливаются педальки дополнительные для того чтобы можно было остановиться переехать допустим на новое место и устанавливается приборная панель дополнительная дубль идем дальше да мне знакома эта тема кстати мне сам очень понравился как-то тоже работал на вальме типом давно это было в нулевых годах но тем не менее вот здесь такой есть нюанс вот эта кабина сейчас который выпускается арго трактор с она принципе изначально не предназначена того чтобы не было установлен реверсивный пост управления потому что если мы сейчас с вами пойдем в кабину там есть функция разворота да там на определенный градус но мы не сможем повернуться целиком на просто нет места для ног вот сейчас новую кабину со следующего года запускают производство она уже большая как вот на тракторе магнум например да там есть достаточно места и в принципе они сказали что вот там уже такую опцию принципе реализовать вполне возможно потому что там есть достаточно пространство для ног а вы можете на будущем пригласить когда все-таки установят большую кабину на какой-то из ваших тракторов ему возможность будет установить реверсивный пост да ребят по то следите за выпусками мы обязательно к ребятам приедем в следующий раз в гости когда вот на следующий год планируется установка новой кабины и все-таки мы добьемся чтобы ребята поставили мульчер и продавали трактор с мульчером мне эта тема самому нужна я сам этой темой болею и мне это интересно ну да нет обязательно но думаю что это случится не раньше второй половины следующего года ясно а сколько цена вот этот вот сейчас он практически предмаксимальный комплектация 35 миллионов 35 если брать семерку семерки принципе есть попроще за 19 половиной есть в премиум сегменте где-то 200 250 лошадиных сил это какой трактор должен быть это x7 623 там есть 2 2 вариации есть машина такая вот это 623 с роботизированной коробкой power shift вот есть машина x7 624 то есть там было 230 это 240 лошадиных сил у нее коробка уже безступенчатая тоже zf 7 по такому же принципу работы как мы привыкли ну собственно говоря нам хоть в обрезать перейдем на более большую модель да 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 это магнум это как говорится последний за магикам вот такие машины уже можно сказать вымирающий тип потому что это классика трактор который мы предлагали и продавали достаточно длительное время магнум 340 одна из самих популярных и востребованных машин да то есть машина которая позволяет в общем-то не только пахать и сеять да но и хорошо уминать силос где-нибудь с мощными катками у нее эксклюзационная масса выше то есть это уже не итальянец нет это производишь он не в италии нет он производится в америке да и они нормально официально к нам и ходят да сейчас купить можно что угодно принципе вот если так то захотеть да смотрите машины ранее эти машины производили здесь в россии то есть они производились на производственной площадке в набережных челнах у нас были комплекты которые к нам приходили собирались там мы собирали магнумы там же мы собирали тракторы серии т8 это тоже тот же аналог только в синем цвете вот эти машины наибольшей популярностью пользуюсь крайние года вот до того момента пока производство площадки не закрылась вот эта машина собственно говоря тоже американской сборки по сути да она что он всего представляет представляет она себя машину массой 16 тонн то есть она тяжелее чем тот трактор вот здесь 340 лошадиных сил в номинале здесь двигатель уже другой там у нас стоит шестицилиндровый двигатель неф здесь уже то же самое конечно и впитив в фиат пауэртрейн но литраж больше здесь он на 8 и 7 то есть практически он стоит 9 литровый ну вот эта машина она у нас по сути идет по уже последней акционной цене на 39 миллионов стоит новые машины которые уже будут называться фс-400 то есть там 400 лошадиных сил будет они уже порядка 42 миллионов и выше в наличии они есть ли нужно под заказ и долго ждать ну смотрите вот этом ну вообще в любую технику сейчас как бы всего там логистических обстоятельств до разных и приходит ее приходится ждать но бывает по-разному если например вот принципиально разница на эти машины они приобретаются каким образом то что есть на складе производителя там да либо дилера вот она стоит ее там покупаешь сюда везешь вот вот трактор маккорминг там ситуация другая там нас есть конфигуратор клиент приходит и говорит я хочу заказать машину не знаю там со светодиодной оптикой я хочу там например передний волн навеску или диски другие он может шины выбрать трейлеров сборную собрать да ну давать его если вы работали с вальтер да то представлять там тоже был такой конфигуратор в принципе вот заходит мы его собираем по конфигуратору заказываем его трактор производится мы привозим вот то есть но средний цикл производства от момента заказа производства и до поставки сюда это 6 месяцев ну с этими машинами тут по разум если она там стоит в наличии да мы просто клиенту говорим смотри как бы она тебе нравится ли он горит нравится или горит нет не нравится ищите другую вот только принципиально разница ну везется это как правило сюда новых пределах там двух недель до полутора месяца тут еще один момент хотел вчера мне прям стало интересно когда я узнал что у ребят есть своя лизинговая компания да да есть такой вот есть своя лизинговая компания и следующий значит следующий наш как сказать следующий переход мы начнем разговаривать о лизинге то есть какое есть предложение в лизинге лиза лизингу это с тобой можно говорить лизинг каждому чтобы вам сделали лизинг посчитали лизинг вам нужно будет пройти внутрь нашего павильона дело в том что мы конечно хотели бы но мы не настолько пока богаты чтобы открывать свою компанию мы на самом деле работаем партнерство работаю партнерство с компанией fkm лизинг вот и у нас есть несколько программ ориентированных мо бренда case new holland но и том числе на маккорми основная фишка маккормика состоит в том что это программа субсидируемого лизинга то есть мы субсидируем процентную ставку для конечного клиента вот подробности все наши коллеги расскажут ребят сегодня мы с вами познакомились значит тракторами спецтехникой с мульчерами и помимо всей этой спецтехники хотелось бы у вас познакомить с человеком который занимается представлять лизинговую компанию представимся как вас зовут здравствуйте меня зовут максим петренко я представитель лизинговой компании fkm лизинг вот представляем программу маккорр финанс совместно с производителем маккормика united industrial я хочу вам рассказать что такое лизинг и чем отличается от стандартного лизинг маккормика финанс это субсидируемая лизинговая программа производителя united industrial и совместно с лизинговая компания fkm лизинг вот мы предлагаем на рынке субсидированный лизинг со сниженным удорожанием значит до пяти лет с минимальными авансами можно приобрести всю линейку тракторов маккормик в том числе плюс оборудование прицепное оборудование к тракторам графики можем у нас индивидуальный подход минимальный пакет документов можем предоставить интересные графики с сезонностью вплоть до графиков с одним платежом если с вопроса да да есть разница если значит в рамках не компания именно так тарада которым здесь смотрели я предприниматель бизнесмен со стороны с другого региона у меня боль первое найти трактор ящик ищу трактора второе найти лизинговую компанию и узнать сколько будет лизинговый процент ежегодный с удорожанием и какие будут лизинговые платежи вот может на своем каком-то примере может быть трактор стоимостью там 30 миллионов 20 миллионов какой-то может пример приведете но я пример приведу за и соберем трактора 8 серии соответственно вам как клиенту нужно обратиться целенаправленно сначала где дилеру сумма кормика есть дилерская сетка и вот соответственно в каждом регионе свой дилер который обслуживает данную территорию вот и также есть представители именно маккорми финанс такие как ну в лице меня вот я региональный представитель по полу уже и урал соответственно в положении урале есть несколько дилеров которым клиент обращается выбирает трактор после чего задает вопрос о лизинге соответственно подключаясь уже я вот ну а по поводу удорожания значит с клиентом не нужно понять аванс какой какой срок и какой будет вид графика от этого будет зависеть удорожание да что касается удорожания именно процент удорожания да то мы можем по программе маккорми финанс предложить удорожание от 0 до данное предложение будет допустим 49 аванс это максимальный аванс и уплатил и короткий срок лизинг соответственно если будет аванс уменьшаться и срок увеличиваться по проценту удорожание будет соответственно подниматься вот но средне годовое удорожание при графике аннуитетном будет в среднем на трехгодовом графике в районе пяти шести не вот если будет срок лизинга 5 лет это максимальный срок лизинга на котором мы работали то это где-то будет 8 на 9 удорожание вот это на аннуитетном графике если клиент выбирает примеру сезонный либо убывающий какой-то график соответственно будет дешевле процентная ставка и тут как раз на этом я не будете процент приставку и да и удорожание разные вещи все таки вот процента в лизинге есть понятие такое как процент удорожания это физическая переплата от цены и вот процентам процентного выражения вот соответственно смотрите на процент удорожания всегда его пока здесь нет как в кредите допустим я взял трактор внес первоначальный взнос и а вот сумма трактора я плачу там допустим как сейчас центробанк ставка там 21 процент здесь смотрите у нас субсидированный лизинг именно как маккормик финансов от производителя выделяется субсидия и за счет этой субсидии у нас содержится рыночная ставка но не рыночная уже до льготность то есть если рыночная сейчас центробанк делать 21 и где-то вы хотите купить там трактор вам выставляют в итоге 23-25 процентов годовых здесь дешевле здесь дешевле за счет субсидия но конкретику лучше показать на графике а практика вообще так из практики сколько-то было тут опять же я говорю тут важно 49 процента баланс важно парам можно 0 сделать 49 на 12 у вас будет нулевая ставка то есть за счет программы перекрывается получаются все проценты плодил я вчера был на выставке в первый день и обратил внимание на линейку тракторов ловол я слышал об этом тракторе но не видел не знаю сейчас мы пришли на выставку встретились с александром александр сейчас расскажет о линейке тракторов и под конец мы расскажем о тракторе с которым можно будет пробовать и работать с мульчером всем добрый день у нас представлена вся линейка сельхоз назначения всех тракторов ловол сельхоз назначения у товарищей китайцев порядок на именованиях поэтому все китайские трактора имеют одинаковое обозначение последняя цифра 4 это значит полный привод и трактор сельхоз назначения все что перед четверкой это мощность лошадя 130 лошадиных сил а есть какие-то различия допустим если сравнивать там с мтз кто-то хочет купить мтз и китайца чем вообще и какие-то может по техническим характеристикам может какие-то плюшки здесь есть интересно он более красивый более красивый а самое главное он более надежный до трактора минского тракторного завода также делятся по своим параметрам на разные категории и они между ними более-менее соответствуют китайцы пока выигрывать надежности однозначно 130 лошадиных сил двигатель шанхай 6 половиной литров объем количество передач 16 вперед 8 назад очень похоже на мтз 1221 но по всем параметрам немножечко лучше двигаемся дальше 220 лошадиных сил очень похож на предыдущую модель но двигатель чуть-чуть мощнее трансмиссия такая же колеса более широкие из хорошей радиальной резиной главное отличие отличная гидравлика аксиально-поршневой насос 140 литров в минуту вот этот синенький гидравлический бак 120 литров четыре пары гидро выходов из них два с постоянным регулируемым потоком пауру бьем ты безнапорный слив все по уму капли уловителя он в габарите этот трактор этот в габарите на 203 4 валтру похож по размерам даже по кнопочкам на крыльях и на и на другие приличные трактора тоже едем дальше ну и самый мощный трактор в нашей линейке 260 лошадиных сил мотор шанхай дизель объемом 8,8 литра трансмиссия 18 передач вперед 6 передач назад гидравлика такая же как на том тракторе насос 140 литров в минуту со всеми вытекающими последствиями сзади все то же самое балласты колесные и на передней части трактора базовая комплектация то есть трактор готов ко всем видам работ с любыми орудиями ну и последняя самая интересная модель у него даже название европейская серия p7 240 корпорация level приобрела погибающую после ковида итальянскую компанию которая выпускала трактора под названием арбос на правах собственников возобновила производство этих тракторов и теперь у нас есть новый трактор современного европейского уровня называется level p7 240 7 серия по европейской классификации 240 лошадиных сил мощность двигателя этого трактора очень сильно похоже на валтру 234 и не только похоже снаружи но и соответствует изнутри двигатель вича 7 с половиной литров с common rail он вполне себе современный отработанный двигатель в россии его знают и не боятся изюминка трансмиссия cvt безступенчатая трансмиссия позволяет трактору двигаться со скоростью от нуля до 40 километров в час он подойдет под мульчер и он подойдет под мульчер это пушка данная комплектация для ленивого тракториста даже верхняя тяга навески гидрофицирована не надо руками крутить и настраивать все можно сделать из кабины вал отбора мощности навеска гидравлика такая же насос 150 литров в минуту ничем не хуже современного европейского трактора но подешевле а сколько он стоит дешевле 20 миллионов дешевле 20 миллионов но немного он подойдет для работы с мульчером потому что может двигаться с любой минимальной скоростью хоть пол километра в час хоть меньше один единственный нюанс я заметил в кабине нет реверсивного поста управления да вот но для тех кто хочет работать я думаю что придется просто привыкнуть ездить задом но есть такие трактористы которые даже не хотят разворачиваться и готовы так ездить вот если у кого-то такой трактор есть под мульчером пишите в комментариях обязательно будет очень полезно интересно послушать от вас отзыв заглянем в кабину комплектацию трактора входит навигационная система с управлением колес через гидравлику вот этот мониторчик это чисто навигация а вот этот мониторчик для отображения информации трактора кроме естественно вот этого небольшого здесь можно не выходя из кабины на мониторе установить скорость движения можно заранее на регулировать три скорости движения трактора вперед и три назад и включать необходимую в нужный момент трактор будет разгоняться или тормозиться сам можно наладить можно отрегулировать пропускную способность секция гидрораспределителя всех четырех здесь на экране монитора легко интуитивно понятно комфортное управление одной рукой руль другой рукой многофункциональный джойстик поэтому управление трактором комфортная современная повторюсь итальянцами придуманная китайцами воспроизведенных ребята в первый день выставки я ходил знакомился со всеми с кем сегодня на второй день мы будем делать съемки я увидел два зеленых трактора которые меня очень сильно заинтересовали мне стало интересно сейчас я подошел познакомился с николаем никого расскажи что это вообще такое не маленькая поправочка во первых это не два зеленых трактора два зеленых комбай так то есть они убирают только все таки трактор это больше то что агрегатируется для посева у нас есть и сеялки они здесь не представлены на стенде мы на стенде представили два секционных комбайна именно для селекции семеноводства но наиболее такой для нас дурачков что такое селекция селекционные то есть для меня это новая селекция это отбор наилучших генотипов скажем так наилучших образцов это для выращивания семян которые потом семена используют для посева культурка в том числе да это комбайн для уборки значит семян да ну но выращивая семян это уже семеноводство и на всем семян наши комбайны подходят как для селекции так и для семеноводства то есть для выращивания семян а селекция это непосредственно процесс отбора то есть мы сели маленькие деляночки и вот маленькие деляночки мы вот такими миниатюрными комбайнами убираем то есть маленькими жатками эта жатка у нас зерновая убирая зерновые зерно-бобовые культуры и отличить на особенность селекционного комбайна заключается в чистоте его уборки то есть его задача убрать максимально чисто и не смешать образцы между собой для этого здесь применяется специальная система обдува вот эти вот дырочки так перфорация это не просто так здесь у нас подается воздух из компрессора соответственно дальше у нас здесь идет наклонная камера с помощью воздуха это идеально чисто все подается нас молотильное устройство молотильный барабан дальше это опять же идеально чисто принципиально важно обмолачивается и поступает через циклон либо сбу на проба отборник либо идет в бункер бункер здесь небольшой вот это что касается классического вариант комбайна здесь более серьезная машина она называется quantum pro она уже идет с кабиной она оснащена системой взвешивания можно ее вот здесь показать здесь идет процесс уборки несколько сложнее здесь нам позволяет же для зерновых он используется может использовать тоже для зерновых но конкретно здесь представлена жатко для подсолнца тут жатко меняется заменяем жатки заменяем и соответственно можем поставить аналогичную жатку как стоит у нас на комбайне classic на комбайн quantum только более широкую убирать зерновые культуры можем поставить вот эту жатку кстати говоря сделанную в россии и убирать подсолнечник это специальная российская разработка для уборки подсолнечника также под семена да также под семена да у нас все только семена также еще мы можем поставить сюда жатку для уборки кукурузы вот три варианта три варианта да опять же естественно все максимально чисто убирается но здесь понятно что скажем так уже машину так закрыта машина более скажем так мощная а в каких регионах она используется по всей россии по в основном конечно это семеноводческие регионы это центральная черноземья краснодарский край а по сути можно справедливо назвать эту машину лабораторией на колесах так потому что каждый образец который мы убираем с делянки деляночка это порядка десяти квадратных метров образец да за скажем так день уборки этот комбайн убирает порядка пяти тысяч уделянок порядка пяти тысяч разных образцов из которых потом селекционер отбирает лучшие из которых потом производить за один день можно разные разные семена убирать да 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 порядка пяти тысяч пять тысяч даже досчитать до пяти тысяч это долго, а это нужно убрать, сепарировать и проанализировать. С помощью вот этой системы нашей взвешивания, которая здесь установлена, мы определяем влагу, натуру зерна, клейковину и сразу же отбираем этот образец. Насыпается в мешочек. Да, насыпается в мешочек, вот как раз это делает оператор. И попадает в компьютер, все сразу же записано. Сразу же вся информация попадает в компьютер. То есть, по сути дела, это исключает вероятность человеческой ошибки на этапе обработки результатов опыта. Потому что все делается автоматически и сразу на комбайне. Это очень сильно ускоряет процесс. Потому что обычно это как происходит? Сначала убрали, потом едем в лабораторию. В лабораторию определяем влажность, клейковину, натуру и так далее. А здесь это все происходит сразу, сразу раз на флешку. Все. Все у селекционера. Кабина такая прям комфортная. Кабина, да. Кабина одна из лучших. Она еще... Шумоизоляция. Да, очень хорошая шумоизоляция. Забыли самое важное. Сколько стоит трактор уровня Феррари? Ну, такое это самое простое. Где-то его порядка 20 миллионов рублей. Я ошибся. Комбайн. Да, комбайн. Комбайн. 20 миллионов. Да, классик. Из крыши. А лизинг можно выбрать? Да, конечно. Лизинг можно. И следующий. Да. Трактор уровня Ламборгини. Комбайн уровня Ламборгини. Комбайн уровня Ламборгини. Ну, конкретно здесь представлена Quantum Pro, наша топовая модель. Если брать ее с двумя жатками для уборки всего спектра сельхозкультур, с системой взвешивания, то есть, что позволяет ей быть, по сути, лабораторией на колесах. А, две жатки в комплекте будут. Да, две жатки. Пропашная и зерновая. Система взвешивания. Самая передовая ищет у Harvest Master. То есть, с оборудованием влаги, натуры, зерна. Все максимум, что возможно, да, на сегодняшний день, то это более 50 миллионов рублей. То есть, где-то так. Плюс-минус. Да, плюс-минус зависит от... Чуть-чуть 60, чуть-чуть 50. Ну, за 60, ну, где-то 50-60. Ну, а теперь мы переходим дальше. Спасибо. Спасибо вам. Ребят, у меня когда давно в старые были выпуски, когда я покупал для Валтры Т-193 дисковую борону. Помните? Расчищали сельхоз поля. Это был, скажу сейчас, заказчик Петеленко в Москве. Мы расчищали, мульчировали кустарниковую растительность. И в условии договора было дискование. Мы начали искать дисковую борону. Нашли Радогост Маш. Именно так. И сегодня я их встретил на выставке. Короче, у пацанов, значит, дисковые бороны. И сейчас мы расскажем, что у них еще есть, ну, конкретно ту дисковую борону, которую я купил. Она здесь есть на выставке. Она до сих пор в работе. Она работает. Я ее использую в своей, блин, работе. И для сельхоз, ну, что у меня, так вы знаете, поля есть. И для услуг зарабатываю на этом деньги. А теперь давайте посмотрим именно ту самую борону, которую я покупал для себя. Погнали. Погнали. Давай. Привет. Я маркетолог компании Радогост Маш. И перед вами хит продаж. Маст хэв для каждого фермера в Российской Федерации. Но мы работаем над тем, чтобы наши границы раздвигались еще больше. Отличный дискатор. Маленький, маневренный, удобный. Он оставляет после себя отличный фон для работы. Ну, это для агродел. Я понимаю, что ты дополнительно его используешь. Он, кстати, подходит для трактора. У меня есть МТЗ 82.1. Пользовались. И на ВАЛТРУ Т193. То есть класс помощнее. 193 лошадиных силы, 82 лошадиных силы. Хватает прилично. Ну, и корешки маленькие. Вот если кустарник урастить, дисковать. И также для возделывания земли, допустим, для каких-то сельхознужд. Давай, Тох, посмотрим, что у тебя вообще еще есть в вашем производстве. Отлично. Раз уж ты пришел, я готов показать тебе нечто невероятное. Давай. Мы называем это революцией. Революцией сельхозтехники в России. Пока в России. Так, это что? Это лучильник. Первый лучильник, который выпустила наша компания. Он, в принципе, выполняет те же функции, что и дискатор, но немножечко более тонко, более конкретно. Я так понимаю, Антох. Я понимаю, что он, скорее всего, это чуть-чуть больше модель. Конечно. Масштаб. И для более мощной техники. Именно так. От 180 лошадиных сил. Отлично. МТЗ-80 немножко не потянет. Но про МТЗ-80 ты классно сказал, потому что наш хит-продаж это самая популярная спайка. Они вот в комплекте, чуть ли не в комплекте идут. С МТЗ. Чуть ли не в комплекте идут. Чаще всего они используются именно с МТЗ. А данные, конечно, для МТЗ данного агрегата уже будет слишком много. Это может быть МТЗ, но сегодня мы показывали обзоры на МТЗ более мощные. Я думаю, для более мощных тракторов подойдет. Да, именно так. От 180 лошадиных сил. Лущильник – это некий аналог зарубежного Дуката. Наверняка твои зрители наверняка знают, о чем мы говорим. Так как Дуката нет больше у нас в стране, мы сделали вот такую улучшенную версию Дуката. Слушай, а расскажи, а где производство находится у вас? Производство находится у нас в славном городе Азове. Это 30 километров от Ростова-на-Дону. И там мы производим технику, которая расходится по всей А можешь чуть-чуть о предприятии рассказать? Сколько людей, может, работает? Да, конечно. Но сработает там порядка 70 человек. Может, наверное, уже немножко больше. То есть сварщики, инженералы. Это предприятие, но весь полный курс проходит. То есть от начала въезда просто металла, просто металла, въезда как бы на нашу территорию. Там все проходит обработки, конструкторские все штучки. Короче, сварка, покраска, зачистка, сборка. И на выходе выходит то, что мы видим сейчас. Ясно. А вы свое оборудование продаете только в России? Или, может, туда в страны СНГ уходят? Мы работаем активно с Казахстаном, активно работаем с Таджикистаном. Ребят, ну и на завершение второго дня мы просто не могли не зайти в гости к нашим землякам, Белгородская область, производители вот таких агрегатов, о которых расскажет нам Иван. Значит, перед вами представлен пневмоход БАРС, Белгородская область, город Валуйки. Опрыскиватель представлен на данный момент в модульный тип. Устанавливается также разбрасыватель минеральных удобрений. 98% это локализация российских запчастей. Основное все производство идет в городе Валуйки. Работаем напрямую с конвейерами. Основная часть производства, конечно, находится в самостоятельном производстве, так скажем. Так, а можете рассказать для тех, кто у нас есть, вообще для чего эта штука используется? Для многих это просто машина на больших колесах. Ну, изначально, в принципе, основная задача, первоначальная, так скажем, основная задача это внесение минеральных удобрений в ранний весенний период. То есть это далеко не секрет о том, что сроки внесения зачастую играют очень большую роль в ранний весенний период. Мы работаем на третий-пятый день после схода снежного покрова при наступлении среднесуточных температур плюс 5 градусов. Такой возможности нет практически ни у кого. Возможно, это авиация. Но авиация зачастую влияет погодные условия, разрешение, тем более при нашей обстановке с авиацией сейчас как-то вообще не очень тяжело, так скажем. Так, а помимо внесения удобрения этим агрегатом можно использовать как опрыскиватель просто? Да, конечно. На данный момент здесь представлен опрыскиватель. 22-24 метра ширина захвата. 24 это опционально. Емкость 750 литров. Привод опрыскивателя гидравлический. Управление происходит из кабины. На данном агрегате установлена система управления расходом рабочей жидкости с посекционным отключением. А также подруливающее устройство, что, конечно же, облегчает труд механизатора на порядок, так скажем, облегчает. А по двигателю? Двигатель, значит, двигатель используем ВАЗ-21126, это приоровский двигатель, он бензиновый, кажется, бензин, да, вроде бы везде используют дизель, но наше основное преимущество это легкость. Легкость техники при той же мощности дизельный двигатель на 35% тяжелее. Что это за собой тянет, да, то есть 35% тяжелее двигатель, значит, нужно что, усиливать подвеску, усиливать раму, увеличивать мощность. Ну и плюс доступность обслуживания, то есть запчасти на данной автомобиле, да, на двигатель можно найти везде. Здесь все найти можно, да, в принципе, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, то есть мы работаем с конвейерами и доступность запчастей в любых магазинах, в принципе. Понял, а сколько он стоит? Ну, опять же, стоимость это все, как закомплектовать, ну, если брать среднюю, да, комплектацию. Ну, самую дешевую, самую тюнинговую. Самая дешевая, наверное, это 7300, это разбрасыватель, навигация, сама машина. Он еще и с навигацией идет? Да, конечно, агронавигатор идет. Самая дорогая, это, наверное, 12500, 12700, но туда уже включены подруливающие устройства, система кондиционирования, агронавигатор, автопилот, разбрасыватель, опрыскиватель, сама машина, соответственно, и запасное колесо. Вот мне захотелось вопрос задать, так как он на шинах низкого давления, он не плавает? Я так скажу, что он плавает, но, в принципе, грунтозацепов, вернее, зацепов для воды у него нет, у него немножко другое предназначение. Шины оболочки, кстати, вот эти мы производим так же сами у нас на заводе в городе Валойке. То есть это не покупная позиция, это долго над ними бились, но в итоге... Ну, где-то вброд он перейдет, допустим, если между полями болотистая местность. Свободно, болотистая местность, да, работаем без проблем. А сейчас мы идем пить чай из настоящего тульского самовара. Да, которому больше 200 лет. Которому больше 200 лет. Поехали! Ребят, финалим выставку Юг Агро, город Краснодар. Очень много интересного, много знакомств, нетворкинг, обратная связь от фермеров, агрохолдингов. Познакомились с дилерами тракторов МТЗ, Ловол и многое другое. Познакомились с белгородскими производителями опрыскивателей. Подписываемся на канал. Хотите новое узнать? Подписываемся в телеграм-канал, наш рутуб, ютуб. Антон Хатунцев, мульчер-эксперт. Задаем вопросы, пишем комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok